Ура! Самая необычная, преобразует энергию солнца под действием фотоэффекта в электрический ток. Этот электрический ток поступает на аккумуляторные батареи и с аккумуляторных батарей идет на электродвигатель. Технические характеристики, весит она где-то порядка 150 килограмм. А вот и герои дня семеро студентов Нижегородского технического университета, которые за два месяца с нуля разработали технический проект и собрали Тримаран. Тримаран, который на соревнованиях в Москве обошел суда из Москвы, Саранска и Санкт-Петербурга и занял первое место в классе маломерных судов, движущихся на энергии солнца. Это была идея новая. Мы даже и не думали строить судно на солнечных батареях. Но при этом, естественно, разработки по солнечной энергетике всегда велись в последнее время в институте электроэнергетики. А институт транспортных систем создавал современные средства транспорта. Поэтому студенты одного и другого института смогли друг друга найти и реализовать в данном Тримаране свои мечты. Экологичность и нулевой выброс в атмосферу вредных веществ. Во всем мире транспортные средства на солнечных батареях очень популярны. В Голландии и Америке соревнования таких вот катеров или машин проводятся уже более 20 лет. Теперь это новый тренд и в России, рассказывает идейный вдохновитель и организатор регаты Евгений Казанов. Когда мы этот проект запускали, к нам говорили, ну как же, это не для России, в Москве солнца нет. Вот так нет, оно есть. Мы доказали это и в облачную погоду, и доказали это в солнечную погоду. Серебряная стрела это спортивная модель, созданная исключительно для соревнований. Ее стоимость примерно 350 тысяч рублей. Строили, что называется, всем миром. Помогал родной университет, организаторы плюс несколько студенческих грантов. Конечно, скорость 8 километров в час и вместимость всего два человека вряд ли добавляют ей конкурентоспособности. Но в университете уверены, это только начало. Мы не были удивлены, мы были обрадованы, конечно, но не были удивлены, поскольку эта команда у нас победила в таком соревновании, как «Формула-студент» в Италии осенью прошлого года. Это практически та же самая команда. Видите, они берутся, значит, и из автомобилестроения, так сказать, и из осудостроения. Кстати, уже в сентябре «Тримаран» «Серебряная стрела» снова спустят на воду на этот раз, чтобы принять участие во всероссийской регате в Санкт-Петербурге. Варвара Ермакова и Сергей Пермовский. Объективное ННТВ.